Так, вчера у нас был какой? 23-й Майкл Джордан, да? Сегодня у нас, значит, 24-й Скотти Пиппин. Скотти Пиппин. Пиппин, а знаете такого? Вот, Скотти Пиппин. Ладно, ребята, на сегодня у нас что? Ставьте педали. И сегодня у нас 24-я Скотти Пиппин. И шоб ты мне тут не говорил. 24-я часть. Поехали. Воздух над степями прогрелся, но в то же время еще веяло влажной прохладой. В бледно-голубом небе сияло предполуденное солнце, окруженное дымчатым ореолом. Казалось, его мощные лучи лишили синеву небосвода привычной яркости, и она полностью поблекла. Над тающими снегами вздымалась легкая марева, не ограничившая видимость, а лишь сглаживавшие острые углы, и в тумане, повисшем над холодными тенями, любые очертания утрачивали свою четкость. Перспектива полностью изменилась, и пейзаж предстал в совсем ином ракурсе. Реальной казалась только лишь картина, открывавшая взгляду в данный момент, а прошлое, будущее и все остальное словно канули в лето, в небытие. И для того, чтобы добраться до предметов, расположенных вроде бы совсем рядом, требовалась целая вечность. Эйла не пыталась управлять лошадью. Она полностью предоставила Винне самой выбирать дорогу, не прилагая осознанных усилий к тому, чтобы определить направление движения или запомнить какие-то ориентиры. Ее не волновало, где она находится, и она не замечала, что по ее лицу, покрытому капельками влаги, стекают соленые струйки слезы. Она расслабилась и спокойно сидела, погрузившись в собственные мысли. И ей вспомнилось, как она впервые увидела эту долину. Из стада лошадей, тогда, на лугу. Как она решила здесь остаться. Как у нее возникла необходимость охотиться. И как появилась Винни, и стала жить с ней вместе в пещере. В тепле, в безопасности, вместе. Ей следовало догадаться, что это не навсегда. Что однажды Винни, как и она сама, захочет отыскать себе подобных. Природа зовет. Обязательно позовет. И лошадь сменила шаг. И это отвлекло Эйлу от размышлений. Винни нашла то, что искала. Впереди вдруг показался небольшой табун лошадей. Под лучами солнца снега, покрывавшие невысокий холм, растаяли, обнажив пробившиеся сквозь землю крохотные зеленые росточки. Животные, сголодавшиеся на зиму, за зиму они по свежему корму щипали сочную молодую травку. Винни остановилась, когда другие лошади заметили ее. До Эйлы донеслось ржание жеребца. Вот он. Он стоял на небольшом возвышении чуть в стороне. И она увидела его только теперь. Вот он, всадник на белом коне. Темная, рыжевато-коричневая шкура, черная грива, хвост и чулки. Хм, ты что это ты ему чулки одела, а? Это ж самец-жеребец. А не ему надо, эти чулки? А? Колготки еще скажи. Ей еще ни разу не встречались лошади с таким ярким окрасом. Она видела только серовато-бурых, мышастых и золотистых, как винни, напоминавших цветом шкуры, сухое сено. Ну вот, ей такой и нужен. Нашу ей вот эта разляпистость. Жеребец громко заржал, вскинул голову, и его верхняя губа приподнялась и загнулась дугое. А-а-а, губа не дура, да? А? Подиви на него, а? Губу какую раскатав? А ты посмотри. И он как встал на дыбы, галопом помчался к ним, резко остановился в нескольких шагах, роя копытом землю. Крутой излом шеи, задранный вверх хвост, мощная эрекция. А? Губа, не дура. Винни заржала ему в ответ, и Эйла соскользнула на землю. Ласково погладила свою кобылку и отошла в сторону. Винни в последний раз обернулась, посмотрела на женщину, которая заботилась о ней с тех пор, когда она была еще жеребенком. Ну, иди, иди к нему, Винни, сказала Эйла. Ты нашла себе пару. Так и ступай же к нему. И Винни тряхнула головой, негромко заржала и развернулась, глядя на гнедого жеребца. А тот двинулся по кругу, подходя к ней сзади, а затем опустил голову и, пощипывая ее за подколенки, погнал к стаду, как на проказившую беглянку. Эйла смотрела ей вслед, не в силах оторваться. И когда жеребец овладел кобылкой, Эйла невольно вспомнила бруда и ту боль, которую она испытала. Потом ей уже не было так больно, как в первый раз. Только до ужаса неприятно. И когда он, наконец, оставлял ее в покое, она чувствовала глубокое облегчение. Но хотя Винни издавала отрывистые пронзительные звуки, она явно не испытывала желания отделаться от этого жеребца. И, наблюдая за ними, Эйла начала испытывать непривычные, необъяснимые ощущения. Она не могла отвести глаз от этого гнедого жеребца, который приподнялся, закинул передние ноги прямо на спину Винни. И ритмично двигался взад-вперед, оглашая все окрестности громким ржанием. Эйла почувствовала, как мышцы, мышцы ее промежности начали пульсировать, в такт с движениями жеребца. И все ее тело затрепетало аж, выделяя эту теплую-теплую влагу. Ее вдруг охватило непонятное волнение, тоска почему-то неведомому ей. Дыхание ее участилось, сердце забилось сильнее, и кровь застучала в висках. Потом, когда золотистая кобылка охотно отправилась следом за жеребцом, даже не оглянулась на женщину. У Эйлы аж сердце сжалось от ощущения душераздирающей пустоты. Она поняла, каким хрупким был мирок, который она создала, живя в долине. Ей открылась изменчивость судьбы и недолговечность счастья. Повернувшись, она кинулась бежать, бежать обратно, в долину. Она чувствовала, как колет у нее в боку, как сжимается горло, но продолжала мчаться дальше, надеясь убежать от этой тоски и этого одиночества. Спускаясь по склону холма, у подножия которого раскинулся лук, она споткнулась и кувырком покатилась вниз. И, наконец, остановившись, продолжала лежать, тяжело дыша. Она не пошевельнулась, даже когда ей удалось отдышаться. Двигаться ей даже не хотелось. Все. Опустились руки. Ей не хотелось делать даже усилий, чтобы жить, чтобы бороться. Какой в этом смысл, а? Ведь над ней тяготеет проклятие. Но почему? Почему я не могу просто взять и умереть, как мне и положено? Почему я вечно теряю тех, кого люблю? Почему? И на нее вдруг повеяло теплотой дыхание. Шершавый язык прикоснулся к ее мокрой от солезных слез щеке. Открыв глаза, она увидела огромного пещерного льва. — Эх, вепхи! — воскликнула она и потянулась к нему. — Вот она, единственная. Пристроившись рядом с ней, он втянул когти и опустил на нее тяжелую переднюю лапу. — Я с тобой. Эйла повернулась, обхватила его за шею руками и уткнулась носом в изрядно отросшую гриву. Когда Эйла, наконец, выплакалась и попыталась подняться на ноги, она заметила следы, оставшиеся у нее на теле после падения. Руки и сарапаны, колени и локти ободраны, синяки на бедре и на голени и ссадина на правой щеке. Эйла, прихрамывая, поплелась в пещеру. Пока она промывала ссадины и царапины, в голову ей пришла отрезвляющая мысль. — А если бы я что-нибудь себе сломала, а? Это еще страшнее смерти. Ведь помочь мне некому здесь. Но, впрочем, этого не произошло. — Ну, то чего ты это, а? Не произошло же ведь. — Не. — Ну и все. — И хорошо. Если моему тотему угодно, чтобы я осталась в живых, видимо, у него есть на это причины. Возможно, дух пещерного льва послал мне в Эпхе, зная, что Винни когда-нибудь меня покинет. — Чтобы хоть кто-то со мной остался, хоть кто-то помог. — Эх, ну ведь в Эпхе тоже уйдет от меня когда-то. Пройдет еще совсем немного времени, прежде чем он начнет подыскивать себе пару. И он непременно кого-нибудь найдет, хоть он и не рос в львином прайде. Он станет таким могучим, что сможет отстоять большую территорию. К тому же он отличный охотник. Он не будет страдать от голода, ведь ему не надо, чтобы добычу для него добывали львицы. И она иронически улыбнулась. — Хм, можно подумать, будто я одна из матерей в клане, мечтающая о том, как ее сын вырастет сильным и храбрым, и станет настоящим, хорошим охотником. — Ведь он мне не сын, он лев, обыкновенный. — Нет, он не обыкновенный пещерный лев. Он уже сейчас ничуть не меньше взрослых пещерных львов. И он рано начал охотиться у меня. — Ведь так? Вот только скоро он меня покинет. И она опять приуныла. — Дарк, наверное, уже совсем большой там. И ура подрастает. — Оди будет грустно, когда ура уйдет к Дарку и станет жить в клане Брана. — Эх, нет. Теперь это клан Бруда. Интересно, долго ли еще осталось до следующего сходбища клана? — А? Перегнувшись через постель, она достала палочки с зарубками. — Мм, вспомнила. Эйла по-прежнему каждый день вечером ставила очередную заметку. Это вошло у нее в привычку. Стало своеобразным ритуалом. Развязав узел, она разложила палочки на земле и попыталась сосчитать их. Сколько же дней прошло с тех пор, как она обрела свою долину. И она даже попыталась приложить пальцы к зарубкам, но их оказалось слишком много, ведь уже миновало столько дней. — Ага, не хватает пальцев. Ей казалось, что каким-то образом все же можно определить по меткам, сколько времени она провела в этих краях. Но ей даже не удалось сообразить, каким именно. А потом ей пришло в голову, что она может обойтись и без палочек, и посчитать, сколько прошло лет, вспомнив каждую из весен. — Дарк родился весной перед прошлым сходбищем клана, — подумала она. Следующей весной закончился год его рождения. — Ну вот, второй палец, загибай. И она провела черту на земле. — Ну, можно и так. А затем тот год, когда он начал ходить. И она провела еще одну черточку. Следующей весной должен был закончиться период кормления грудью, и наступил бы год отнятия от груди. Да только он уже перестал сосать грудь. И она добавила еще одну черту. Плюсик. А потом, потом меня прогнали. И она сглотнула слюну, почувствовав, как сжалась у нее горло. И часто-часто заморгала. А летом я нашла эту долину. И в Винни. Весной следующего года я повстречала Вэпья. И она провела четвертую черту. — О, умеешь считать? А этой весной ей не хотелось считать этот год годом разлуки с Винни. Ну, что же тут поделаешь? И она провела пятую черту. Столько же, сколько пальцев на руке. И она приподняла левую руку. И столько же, сколько лет дарку. И она подняла правую руку, выставив вперед большой и указательный пальцы. А вот столько, сколько осталось до следующего сходбища. Они приведут с собой Уру. И они встретятся с Дарком. Разумеется, к тому времени они еще не успеют стать мужчиной и женщиной. Но, увидев ее, все поймут, как же она подходит моему дарку. Интересно, опомнит ли он меня? Будет ли его память такой же, как у людей клана? Чем он будет похож на меня, а чем на Бруда? На людей клана? И Эйла собрала палочки с зарубками, заметив, что их количество между насечками, которые она делала, отмечая дни, когда ее духу приходилось вступать в бой, и у нее начинались кровотечения, что это примерно одинаково. Интересно, что это за дух тотема мужчины, который сражается здесь с моим? Что это за дух? Я не смогла бы забеременеть, даже если бы моим тотемом была мышь. Для того, чтобы это произошло, нужен живой мужчина. Или я ошибаюсь? Винни, может, именно это и делал жеребец? Может, он сделал тебе жеребеночка? Винни! Возможно, когда-нибудь я увижу тебя, и твое стадо пал, и получу ответ на свой вопрос. Ах, Винни, это было бы так замечательно! При воспоминании о Винни и жеребце Эйлу пробрала легкая дрожь, дыхание ее участилось. Потом ей вспомнился Брут, и приятное возбуждение сразу же спало. Но от того, что он делал со мной, на свет появился Дарк. Знаю, что у меня родится ребенок, он бы и близко ко мне не подошел. А у Дарка будет Ура. Ура! Ура! Как и Дарк, она нормальный ребенок. Вовсе не урод. Мне кажется, Ура появилась на свет потому, что мужчина из племени других изнасиловал тогда Оду. Ура как раз под стать Дарку. В ней есть что-то от людей клана, и что-то от того мужчины из племени других. Есть что-то. Мужчина из племени других. И тут ей надоело сидеть на месте. Вепхи куда-то ушел, и ей захотелось поразмяться. Выйдя из пещеры, она отправилась вдоль берега реки, окаймеленного узкой полосой невысоких кустов. Она зашла дальше, чем когда-либо прежде, хотя, путешествуя верхом на Вине, она отоливала и не такие расстояния. — А мне снова придется привыкнуть ходить пешком, — подумала она, и таскать эти корзины за плечами. Добравшись до конца долины, она двинулась дальше по высокому крутому берегу реки, сворачивавшей к югу. Сразу за поворотом она увидела камни, вокруг которых бурлила вода. Казалось, кто-то специально взял и разложил их поперек речного русла на небольшом расстоянии друг от друга. — На шо? — А? — Чтобы можно было перебраться на другой берег. — Хе, ага. К тому же скалистая стена в этом месте оказалась не особенно крутой. И Эйла взобралась наверх и остановилась, всматриваясь в просторы западных степей. Они почти ничем не отличались от восточных, разве что местность была менее ровной. Эйла не так хорошо знала эти края. Она с самого начала поняла, что двинется не на запад, когда примет решение покинуть долину, не на запад. — Или на запад. — На запад. Точнее всего, на запад. На запад пойдет. Снова перебравшись через реку, она отправилась по долине обратно, к пещере. И она вернулась, когда уже почти совсем стемнело. Но в Эпхе так и не появился. Огонь не горел, и пещера показалась ей холодной-холодной, неуютной и совсем пустой. Как тогда, когда-то. Она чувствовала себя куда более одиноко, чем когда только-только поселилась в ней. И Эйла развела огонь, вскипятила воду и заварила чай. Но готовить ей не хотелось. Взяв кусок вяленого мяса и несколько высушенных на солнце вишен, она присела на постель. Впервые за долгое время она оказалась в пещере совсем одна. Одна. Одинешенька. Эйла подошла к своей старой переносной корзине и долго рылась в ней, пока не нашла на дне кусочек кожи, в который она заворачивала дарка, когда тот был еще совсем маленьким. Сложила его, прижала к груди и еще долго-долго так сидела и смотрела на огонь. Укладывая спать, она обернула его вокруг себя. Вот он, запах. Всю ночь ей не давали покоя сновидения. Ей приснилось, что Дарк с Урой стали взрослыми, и они живут вместе, вместе поживают. Ей приснилось Винни, бродившая по незнакомым местам с гнедым жеребцом, и даже не зашла в гости. А один раз она проснулась и обливаясь потом от страха. И только когда ей удалось толком пробудиться, она поняла, что ей опять привиделось, как под ногами у нее с грохотом содрогается земля. Вот-вот провальшься. — И почему только меня преследует этот жуткий сон, а? Встав с постели, она разворошила угли, подогрела чай и стала пить его. Вепхе до сих пор не вернулся. Где это он там? И она взяла в руки кусок кожи, в который заворачивала маленького Дарка. И ей припомнился рассказ Оды, о мужчине из племени других, который изнасиловал ее. Ода сказала, что он был похож на меня. Хм. Интересно, как же он выглядит? Элла попыталась представить себе такого мужчину. Ей доводилось видеть собственное отражение в воде. Но в памяти сохранились только лишь очертания прядей волос, обрамлявших лицо. Тогда она носила их распущенными и лишь потом стала заплетать уже в косички, чтобы они не мешали. Золотистые волосы, того же оттенка, что и шкура у Винни, только цвет их казался более ярким, более насыщенным. «Ну вот, ты как-то лошадка». Но стоило ей задуматься о том, как выглядит лицо этого мужчины, как в памяти тут же всплывала эта злорадная усмешка Бруда. Образ мужчины из племени других ускользал от ее воображения. Веки ее налились тяжестью, и она снова прилегла. Ей приснились Винни и гнедой жеребец, а потом мужчина. Черты его лица скрывала тень, и ей удалось ясно разглядеть только лишь одно. Эти золотистые волосы. Глава пятнадцатая «Молодец, Джон Доллар, скоро ты научишься управляться с лодками не хуже нас», сказал Карлано. «Если лодка большая, ты не успеешь вовремя зачерпнуть воду веслом, ничего страшного не случится. Ведь гребешь не только ты, а? Правда, другие могут сбиться из-за тебя с ритма, но, управляя маленькой лодкой, промахов допускать нельзя. Любой из них чреват опасностью и может оказаться роковым. Нельзя. Имея дело с рекой, будь всегда на чеку. Она коварна, и не забывай об этом. Сейчас мы на глубоком месте, и воды кажутся спокойными вроде бы, да? Ага. Но стоит только опустить них весло, все, и ты сразу же все почувствуешь. Какое сильное тут течение. Бороться с ним очень трудно. Нужно к нему приноровиться, обуздать. Карлано все говорил и говорил, и не выговорил, наставлял Джандалара, помогая ему управлять маленьким двухместным челноком, скользившим по воде неподалеку от места, где находилась пристань племени рамудой. Джандалар слушал его в полуха, сосредоточив все усилия на том, чтобы заставить челнок двигаться в нужном направлении и правильно орудовать веслом. Но всякий раз, напрягая мышцы, он замечал, что правильно выполняет указания именно Карлано. Хм, капитан. можно подумать, что плыть вниз по реке легче, так как не нужно бороться с течением, но тут кроется подвох. Плывя против течения, ты волей-неволей постоянно следи за челноком и за рекой, понимая, что как только ты расслабишься, все, тебя сразу снесет обратно. И оказывается, что силы все, потрачены вообще впустую. Вдобавок, ты успеваешь вовремя заметить возникающие препятствия и избежать столкновения. Все, замечаешь. Когда страшно, да? Ага. Когда ты движешься по течению, совсем нетрудно впасть в рассеянность. Задумавшись там о чем-нибудь и предоставив реке нести тебя по течению вперед, все. Ну, и на глуховоководье попадаются скалы, уходящие основанием в дно реки. Челнок может как налететь на них и все. Да и столкновение с затонувшим бревном сулит немало бед. Есть правило, о котором никак не следует забывать. Не зевай, когда имеешь дело с матерью. Она очень хитра на выдумке. Ты можешь решить, что все знаешь заранее, да? И все уже предусмотрел. Но вот тут-то она чем-нибудь тебя всегда и огорошит. Когда ж по башке мозгу не соберешь. И Карлано выпрямился, вытащив весло из воды и внимательно-внимательно посмотрел на Джандалара и отметил, как глубоко тот сосредоточен. Светлые волосы собраны в пучок на затылке и перевязаны ремешком. Весьма уместная мера предосторожности. И он стал одеваться так же, как Рамудой, ходивший в почти такой же одежде, как и Шамудой, но приспособленный к жизни тесно связанной с рекой. Джандалар, отведи челнок к пристани, я выберусь на берег. Тебе пора попробовать свои силы в одиночку. Когда ты оказываешься с рекой один на один, все воспринимается совсем иначе. А ты думаешь, я уже готов к этому? Хм, ты очень быстро усвоил многие навыки, хоть и не занимался этим делом с детства. Что усвоил? Аж бегом. Джандалару не терпелось испытать себя и самому отправиться в плавание по реке. Мальчики племени Рамудуи, как правило, получали челнок в собственном распоряжении задолго до того, как достигали зрелости. Живя среди людей племени Зеландонии, он уже давно сумел доказать, что он способен на многое. Он впервые убил оленя, когда был ненамного старше Дарва. Раньше, чем стал взрослым и научился изготавливать различные орудия из кремния. Он знал, что лишь немногие мужчины могут сравниться с ним в искусстве метания копья, но он привык охотиться на равнинной местности и понимал, в ряде областей ему далеко до здешних обитателей. Среди Рамудои мужчиной мог считаться только лишь тот, кто сумел поймать с помощью гарпуна одного из огромных оситров, а среди Шамудои тот, кто научился охотиться в горах и сам убил Серно. И Джандалар решил, что получит право связать себя прочными узами Сиренио, только лишь когда докажет самому себе, что ни в чем не уступает мужчинам племени Шамудои и Ра Мудои. Далондо попытался объяснить ему, что в этот момент, что в этом нет необходимости, и никто не сомневается в его достоинствах. Ну, нечего доказывать, а? Все оценили его храбрость и силу во время охоты на носорога. Все, хватит. Из их разговора выяснилось, что Шарамудои не охотятся среди равнин, и никто из них прежде не пытался убить носорога. Ага. Джандалар не задумывался о том, почему он вдруг решил доказать окружающим свою состоятельность. Ты доказатель. Кому ты хочешь доказать? Хотя раньше у него не возникало желания подчеркнуть свое превосходство над другими охотниками. Его интересовало только лишь искусство изготовления орудий из кремня. И каждый шаг на пути к совершенству в этой области доставлял ему огромнейшее удовольствие. Дух соперничества был чушь ему прежде. Несколько позже Шамут поговорил с Доланда с глазу на глаз и объяснил, что высокому мужчине из племени Зеладони лучше поступить по своему усмотрению, чтобы обрести уверенность в себе. Они с Сирене уже долгое время жили вместе. И Джандалар полагал, что этот союз нужно скрепить обрядом. Почти все привыкли считать их полноправной парой. Он всегда заботился о Сирене, хорошо с ней обходился и относился к Дарве как к сыну своего очага. Но после того вечера, когда Шамио и то ли ошпарились горячим чаем, то одно, то другое мешало ему сговорить об этом. Никак не удавалось собраться с духом. Жизнь их текла по-прежнему, и его это вполне устраивало. Да и так ли уж необходимо что-либо менять, а? Часто думал он. Сирене ничего от него не требовало, ни на чем не настаивало и держалось спокойно и несколько отчужденно. Впрочем, недавно он поймал на себе ее выразительный взгляд, красноречиво говоривший о ее чувствах. Джандалар пришел в смущение и даже отвернулся. И после этого случая он задался целью доказать, что сможет стать полноправным членом племени Шарамудои. И оповестил окружающих о своих намерениях. Кое-кто воспринял это как обещание, хотя традиционный ритуал не был совершен. «Постарайся пока не заплывать слишком далеко, слышь!» сказал Карлану, вылезая из маленького челнока. «Сначала тебе надо привыкнуть управляться в одиночку». «Хорошо, но я возьму с собой гарпун, ладно?» «Заодно я поучусь и с ним обращаться», ответил Джандалар и потянулся за гарпуном, лежавшим на пристани. Он положил длинное древко на дно челнока между двумя сиденьями, рядом разместил свернутую кольцом веревку, а на верши убрал в прикрепленный к борту чехол и завязал его. Держать на верши гарпуна заостренный стержень из кости с рядом зазубрин это на верши так называется. На верши вы вообще слыхали такое слово, а? записывайте на верши гарпуна на верши гарпуна шо то таке заостренный стержень из кости с рядом зазубрин на верши короче бензопила пила по нашему вот так на верши ну как нож чтоб хлеб резать с такой волной я так понял на верши гарпуна чтоб зачепылся за шо то о все запомнили на верши на вершине прямо в лодке было бы крайне неразумно держать это на верши гарпуна конечно все знали какая беда может случиться ведь извлечь его из плоти человека так же нелегко как и из рыбины а то есть оно туда входит а назад не выходит вот оно для чего на верши к тому же обработка кости каменными орудиями это дело сложное если челнок опрокинется он вряд ли утонет а вот незакрепленные приспособления будут потеряны раз и навсегда пока карлона стоял придерживая челнок джандалар устроился на заднем сидении закрепив гарпун он взял весло с двумя лопастями и оттолкнулся от пристани теперь когда в маленьком челноке сидел всего лишь один человек осадка его уменьшилась но джандалар довольно быстро приноровился к этому и повел челнок вниз по течению погрузив весло в воду рядом с кормой и используя его как руль затем он решил изменить направление движения левая руля все знаешь руля маешь грести против течения легче пока он еще не устал а потом оно отнесет его обратно вон оно шо и он спустился куда ниже по течению чем рассчитывал лавировал лавировал да где не вылавировал а вот тебе и руля в руки далее керой когда впереди наконец показалась пристань он чуть было не повернул к ней но потом передумал и проплыл мимо мимо он задался целью овладеть множеством навыкам вот так вот сразу да и никто даже он сам не сможет обвинить его в том что он нарочно тянет время и не спешит выполнить данное обещание с большой буквой обещание видать какой-то обряд обряд видя как Карлано машет ему рукой Джандалар улыбнулся но восстанавливаться не стал скоро он заметил что река стала шире сила течения уменьшилась и грести стало гораздо легче он осмотрел противоположный берег и увидел небольшой пляж окруженный ивами а тальник туда-то он и решил направиться легкий челнок проскользнул над отмелями а Джандалар оказавшись недалеке от берега решил передохнуть передохнуть он перестал грести но продолжал управлять челноком плывшим теперь кормой вперед используя весло как руль все дали руля да он сидел задумчиво глядя на воду и тут внимание его привлекла большая темная тень плавно перемещавшаяся в глубине для оситров еще слишком рано обычно они поднимаются вверх по реке в начале лета но весна в этом году выдалась теплая и ранняя и вода очень сильно поднялась и он присмотрелся получше и заметил что в глубине бесшумно скользят и другие огромные рыбины они уже здесь какая удача возможно ему удастся первым в этом году поймать оситра я всем все докажу вот оно рыба твоей мечты вот оно работай и он положил весло на дно челнока и принялся собирать гарпун маленькая суденышка которым теперь никто уже не управлял повернулась описала дугу и его подхватило течением и понесло вперед ну чуть боком понесло вот тебе боком то все и вылезет побачишь пожди пожди рыба твоей мечты к тому времени когда джандалару удалось закрепить на носу веревку челнок развернуло еще сильнее но двигался он ровно а джандалар вошел в азарт и с нетерпением ждал когда покажется еще одна рыбина ага еще и еще и вскоре он увидел что навстречу ему под водой движется огромная тень теперь ему стало понятно откуда взялась рыба ходума а от ума в здешних водах встречалось множество таких же громадин люди племени рамудой не раз брали его с собой отправлялись рыбачить и от них джандалар узнал что вода скрывает истинное местоположение рыбы и ее очертания таким образом мать пыталась спрятать все живое обитающее в ее глубинах до тех пор пока людям не удалось проникнуть в ее секреты за крома целясь в приближавшуюся рыбину он учел и это перегнувшись через борт он выждал немного а затем метнул гарпун вперед при этом челнок стремительно заскользил по воде в обратном направлении все больше и больше удаляясь от берега но джундалар не промахнулся наконечник гарпуна вонзился в туловище гигантского оситра но тот продолжал бороться рыба ушла глубоко под воду и поплыла против течения где-то посредине реки веревка быстро размоталась и резко натянулась и как рванула от этого рывка челнок развернулся накренился и джундалар чуть не свалился в воду отош и он ухватился за борт но тут весло подбросило вверх и оно упало в реку джундалар потянулся вперед пытаясь достать его но челнок накренился и он опять вцепился в край борта в этот самый момент оситр попал в подводное течение и еще быстрее поплыл вверх по реке благодаря чему положение челнока внезапно выровнялось и джундалар плюхнулся на дно он выпрямился потёр ушибленную ногу и увидел что маленькая судёнышка мчится по реке против течения с невиданной тебе скоростью а поплавок цепляясь за борта он осторожно переместился в носовую часть глаза его широко раскрылись от изумления и от страха когда когда он увидел как быстро мелькают растущие по берегам реки деревья он потянулся к туго натянутой верёвке скрытой под водой и дёрнул за неё он надеялся высвободить гарпун но в результате чего челнок только зачерпнул носом воды ага но но пыр хотел сказать пыр да ага а получилось но но давай ещё ах ты как нырнула поплавок ты и осетр резко изменил направление движения налево и маленькая судёнышка вовсю закачалась джандалар продолжал держаться за верёвку несмотря на качку скачка тагеды он не заметил как показалось про галина где рамудо и занимались сооружением лодок он вообще ничего не заметил разинув свои рты от удивления они застыли глядя на лодку несущуюся вверх по течению следом за огромной рыбиной и на джандалара который перегнулся через борт и обеими руками как тот всадник без головы как он тянул за эту верёвку пытался вытащить гарпон ага но 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 вы когда-нибудь такое видели спросил таналан моему брату попалась военравная рыба а я-то думал что меня уже ничем не удивишь и улыбка на его лице становилась всё шире и шире смотрите как он дёргает как он дёргает за верёвку он хочет чтобы рыба отпустила его на волю и он шлёпнул рукой по бедру аж давился от смеха надо же рыба поймала джандалара таналан это вовсе не смешно сказал маркен всеми силами стараясь сохранить серьёзное выражение лица твой брат угодил в переделку а ты рыгочешь тут да я понимаю но ты когда-нибудь видел такое вот ты видел такое чтобы рыба тащила человека в челноке ещё вверх по течению ты посмотри только не говори мне что будто это не смешно и таналан снова рассмеялся но помог маркен и барона спустить лодку на воду помог хоть что-то помог да ланда и королио тоже решили отправиться с ними оттолкнувшись от берега они приняли грести изо всех сил спеша на помощь джандалару которому приходилось несладко и который мог попасть в беду я бы сказал что он уже попал в беду мог уситр начал ослабевать в тело его впились зубцы гарпуна он тащил за собой лодку а человек все время дергал за веревку и силы у огромной рыбы начали иссякать теперь оситр плыл медленнее чем раньше и у джандалара появилась возможность пораскинуть мозгами хотя управлять челноком он по-прежнему не мог сейчас 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 ты как пораскинешь мозгами мозгов не соберешь щас пожди пожди ведь они одолели немалые расстояния пожалуй он ни разу не оказывался так далеко с тех самых пор как впервые отправился по реке на лодке когда шел снег и вовсю забывал ветер ему вовсе не хотелось подниматься еще выше по реке и он решил перерезать веревку все стоп сдаемся чешо он перестал держаться за борт и попытался достать нож вон он твой стоп кран да но когда он вытащил каменное орудие с костяной ручкой из чехла оситр он чувствовал приближение смерти и он попытался избавиться от причинявшего ему острую боль гарпуна и он резко заметался из стороны в сторону заметался и всякий раз когда он стремлялся ко дну суденушка зачерпывала носом воду джандалар подумал если деревянный челнок перевернется он удержится на плаву но непременно затонет если наполнится водой неужели он попытался перерезать веревку а челнок все раскачивался раскачивался и раскачивался время от времени зачерпывая носом воду рывками разворачиваясь то в одну то в другую сторону джандалар даже и не заметил плывшего навстречу сильно разбухшего глубоко погруженного в воду бревна и когда челнок столкнулся с ним нож вылетел из руки джандалара все проехали он растерялся от неожиданности но вскоре пришел в себя и попытался немного выбрать веревку чтобы челнок не накренялся так сильно в последней отчаянной попытке избавиться от гарпуна осетр рванулся к берегу и ему это наконец удалось но слишком поздно рваная рана на боку оказалась слишком велика и ему не суждено было выжить огромная морская рыбина устремилась ко дну затем поднялась на поверхность и всплыла брюхом кверху и теперь только лишь редкие конвульсивные подергивания напоминали о том как яростно еще совсем недавно боролся за жизнь этот гигантский обитатель вод длинное извилистые русло реки изобиловала излученными и в том месте где осетр настигла смерть находилась одна из них поток воды струился огибая поворот и образуя множество завихрений сделав последний рывок осетр оказался в заводе неподалеку от берега веревка уже не была натянута и челнок перестал двигаться он лишь покачивался в стоячей воде ударяясь то обрывно то о рыбину хотя их в любой момент снова могло подхватить течение теперь джиндалар понял поняв что совсем напрасно пытался обрезать веревку дошло до жирафа сверху если бы челнок понесло течением вниз по реке он ведь не смог бы управлять им так как остался без весла понесло как ту щепку до берега было недалеко вдоль излучины тянулся узкий каменистый пляж дальше берег опять становился крутым и корни росших на самом его краю деревьев висели прям в воздухе как будто пытались найти в нем опору возможно там ему удастся отыскать ветку которая заменит ему весло возможно отыскай он сделал глубокий вдов вдох готовясь погрузиться в эту холодную воду и прыгнул река в этом месте оказалась глубже чем он ожидал и его накрыло с головой в результате толчка челнок сдвинулся с места и его подхватило течением а рыбина закачалась на волнах но уже ближе к берегу джандалар поплыл было следом за челноком надеясь ухватиться за веревку но ему не удалось нагнать это легкое суденышко стремительно скользившее по поверхности воды и вот от летяной воды у него начало неметь тело прыгнул с головой в воду а я в воду войду а я в воду войду и он повернул к берегу осетр покачивался на мелководье ты хоть за осетра возьмись а джандалар ухватился за челюсть разиного рта и поволок рыбину за собой было бы обидно лишиться и челнока и добычи ага тут абы выжить ты челюху винь схватыв эх ты докажу покажу я тебе ща покажу осетр оказался очень тяжелым и вытащив его на каменистый пляж джандалар понадеялся на то что он никуда не денется а куда и вендинице и оставил его там вот так искать висло уже не нужно подумал он ведь лодки у меня жужжи теперь нет ага но может быть мне удастся найти хворост и хотя бы костер развести он весь вымок и продрог на месте и он полез было за ножом но обнаружил что чехол пуст о то ж ты чехол ты он совсем позабыл что потерял его а другого у него не было не было не было не было Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok